привет тут давеча был в отпуске и в пукете и посетил огромный большой торговый центр и там я увидел их спортивно в магазине спортивной одежды спортивной обуви увидел джордан 37 которые должны были представить в сентябре по прекрасной цене в 185 долларов но у нас они сейчас стоят 26 тысяч в россии меньше практически ну может вы найдете по какой-нибудь акции или скидки за 25 но это просто капец они цена я купил по хорошей цене практически по той по которой их и должны быть я их поэтому собственно говоря я купил буду я их рассматривать со стороны волейболиста так как я занимаюсь волейболом и они баскетболист и мне есть уже что сказать потому что посетил я четыре а может быть и пять тренировок есть что сказать кстати для баскетболистов кое для волейболистов что-то есть есть что-то для баскетбол давай я тебе ближе их посмотрю сравним с 36 ими потому что 37 очень похожи ну плюс-минус давай поближе посмотрим ну и начнем мы наше знакомство с карабасика ничего такого не буду показывать просто покажу как карабасик оригинальный карабасик выглядит вот такие вот прорези у нас по краям карабасика и вот здесь у нас джампмен коробочка выглядит вот таким вот образом интересно уже я не тогда все так вот таким образом выглядит коробочка вот так вот она открывается проблема была в том что эту коробку надо было довести не смотрите на то что она вся помятая на ее надо было как-то довести я положил их чемодан хотел сохранить оригинальную коробку могу показать коробку от прошлой модели и она была не менее интересно выполнено это раскрывается как шкатулка а вот это у нас прошлая модель была на липучках тоже прикольно шпоньк вот так вот на липучках она была размер у меня в этот раз восьмерка в прошлый раз я брал восемь с половиной по советам и более понимающих блогеров которые сказали берите на пол размер чека больше и знаете что произошло кроссовки мне были велики ровно на пол размер чека не то чтобы сильно дискомфортно но не очень приятно эти кроссовки что те что эти мне кажется не зря здесь пишут сантиметры сколько у вас стопа наверное уже от формы стопы если у вас какая-то широкая или сильно узкая или что-то уже тут смотрите и берите на пол размер чека больше или меньше если у вас обычная стандартная нога берите свой размер не надо выдумывать а вот и наши кроссовки когда я их покупал пхукете было два цвета черный и вот этот белоснежно белый я бы не брал белоснежно белый по одной причине а причина в следующем вы можете наблюдать как выглядят это тоже были белые кроссовки в свое время вот такие вот джорданы 36 и и вот так вот это оси соль подошва это конечно еще можно пободаться и почистите здесь у нас стать и зумы были по всей подошве баллоны зумы зумы а в передней по моему даже еще тоже маленький один общий большой и еще дополнительно маленький с амортизации у этих кроссовок все в порядке это тоже еще достаточно это сезон отыграл я сезон в этих кроссовках и они еще достаточно боевые ну я опять же не на про уровне играя кроссовки кайф смотрю одинаковое осталось одинаково что на язычке что здесь было написано jordan 37 что в 36 написано jordan мы не будем наверное сильно прямо в прямую сравнить какие-то моменты я буду подмечать и наверное сравнивать а так просто что-то расскажу что знаю и расскажу свои впечатления здесь троечки так что скажу они в сравнении сразу скажу в сравнении убрали вот здесь спереди петельку можно конечно за этот хлястик тянуть но это неудобно за петлю переднюю петлю и заднюю петлю тянуть и одевать их было бэмс удобнее это было удобнее здесь конечно хорошо что сделали заднюю она стала немножко поменьше у 36 было пошире вот от этого решения можно было не отказываться это было очень удобно что здесь лучше наверное вот этот вот на язычке прорезь где проходит шнуровка я всей терминологии не знаю можете кидаться в меня помидорами но всей терминологии я к сожалению не знаю буду говорить своим языком и надеюсь все останутся довольны так вот вот это вот прорезь на прошлой модели это было на язычке сверху на на поверху нашивка работала тоже язычок не уходил в сторону как у меня были до этого кейди 13 ничего себе я забыл какие кейди там вот такой вот простой штучки даже не было и язычок постоянно кейди крутые тоже кроссовки постоянно только язычок приходилось вот так вот поправлять у этих все в порядке если хотите сразу вот сразу прямо моё ощущение от кроссовок на площадке это просто офигенно но офигенно наверное для волейболиста для волейбола кроссы ну на мой взгляд очень 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 кайфовая но кое-что я заметил что возможно баскетболисты скажут минус у них есть им что-то подобие какое-то внешнего аутриггера вы можете даже видеть что немножко пены пены вот здесь вот заходит но это не полноценный нормальный настоящий аутриггер здесь его было больше видите насколько выступа больше и я думаю что в каких-то моментах очень активные баскетболисты могут немного завалиться в сторону вот я думаю это будет минусом для волейболиста это вообще не критично устойчивости хватает за глаза многие уже волейболисты даже профессиональном на профессиональном уровне играют в баскетбольных кроссовках средней части стопы уже мы можем наблюдать здесь нет такого за раньше было вот так вот выполнена подошва здесь была прорезь и там было пластиковый такой стакан посредине держал он был мягче намного в этот раз он вообще жесточайшие жесткие но это вставка из карбона вставка из карбона и она очень жесткая никакой скручиваемость кроссовки вот прямо первое когда вы их одеваете на ноги думаете это что за черевички такие жесткие они реально как будто бы жесткие но после второй тренировки мне вообще стало очень 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 комфортно вот это вот плетение наше нововведение с тридцать шестых рисунок плетения поменялся это у нас лену wave в стиле air jordan 7 отсылочка к западно-африканской технике плетения корзинок так где-то прочитал просто интересно да сам видно рисунок плетения это они называют что это типа материал но материалом это сложно назвать это вот как пластика как леска я переживал что разлетится все это нафиг со временем но нет опасения мои я думал вот здесь вот нет крепче чем ожидалось тренировок много прожили соревков провели много нет оказалось крепче да уже видавшие конечно кросса но плетение осталось крепче можете наблюдать что рисунок был немножко другой здесь как бы хаотично вот эти вот плетения это не растянуто это вот так вот все это сплетено здесь было больше вот какой-то рисунок они все-таки выдерживали вот на 36 первое когда я их увидел магазине а знаете что я подумал а чё их так растаскали вот как вот вы сейчас видите видите они такие как будто бы помяты все таки как будто бы вот изнутри особенно хорошо видно вот вот эту вот всю помятость кроссовка и вы можете подумать но это ты много поиграл нет играл я в них четыре раза и знаете что вид они вообще не изменили а потому что когда вы их видите в магазине а и они именно вот так вот и выглядят как будто в них уже кто-то до вас играл единственное изменение которое было это вот в наших недорогих ой точнее в наших простейших дешевых школьных залах где приходится тренироваться от пола красочка перешла сразу но что я хотел белый подошвы нет я не насколько не расстроился нисколько ну вот что говорю про форму форма будет сразу вот такая вся какая-то пожамканная побита как ну вот вот такая форма этой за жесткости этой сетки но не думайте что вам будет некомфортно некомфортно будет только при первых ощущениях наверное вот так скажу что изменили вот здесь больше накладки защиты пальцев появилась из кожзама ну как будто бы можно сказать кожа но я думаю что это вряд ли какая-либо либо кожа все это нормально приятно в прошлой версии кроссовок 36 такого не было просто было немного вот этого нанесения уплотнение не силикона какого такого плотного материала только вот здесь большой палец был защищен вот здесь резина подошва у нас уже не оси соль это просто резина но сцепление достаточно хорошее есть минус на пыльных залах немного немножко проскальзываешь но только стоит их протереть все вообще отлично советую протирать кроссовки и после тренировок а здесь вот есть видите пыль чтобы они не были пыльные тогда вы почувствуете что вы начинаете проскальзывать думаю что сцепление рисунок сцепления тоже вот такой вот хаотичный это не елочка хотя казалось бы зачем выдумывать что-то елочка самая рабочая так что по амортизации в передней части комбинация у нас получается полноразмерный зум стробл и юнит зумер в передней части вот здесь вот они друг на друге получается точнее один на другом а сзади используют пену флагманскую динамическую пену формула 23 и по амортизации я ничего такого не заметил никаких но опять же они новые не знаю насколько хватает этой пены вот если братья дедаса я уже всякими кроссовками пробонс мне очень они нравились но в какое-то время их пена крутишка я классно пена она сбилась сколько прослужит вот эта пена формула 23 посмотрим на деле уже вот эта часть она тоже жесткая из другого материала жесткий пластик декоративность какую-то несет в себе здесь эй джи написано семерочка то есть это у нас получается что отсылка к 7 r джорданом и подпись самого джордана сзади есть кто фанатеет по всяким вот этим штучкам я не буду у меня никогда не было седьмых и вообще джордан и у меня эти 3 получается плетение это называется точнее вот пряжи под пряжа аркема или аркема аркема не знаю как правильно говорить несмотря на свою легкость и гибкость очень прочно но это заявляет производитель на деле же до достаточно прочная на 36 не немного сильнее затягивался на этих я даже сильно не тянусь почему-то мне достаточно комфорта комфортно нога чувствует себя очень хорошо но носки у меня тоже плотные не какие-то тоненькие носочки специальные хорошие баскетбольные плотные носки с разной плотности материалов ну на носочки тоже хватает на моем канале обзоров можно покупать и недорогие здесь у нас из подушек набивки какой-то немного подушечек вот здесь вот одна небольшая подушечка и по сути вот здесь кроссовки как будто бы высокие здесь 5 они пожалели здесь даже не металлические как это правильно называется ну хотя бы вот в три петли они вот такие прорезиненные по моему тогда резиновые вставки здесь опять таких штучек усиления нет просто вот усилили заливкой вот этой ну опять же шнурки плоские все это не переворачивается раньше у нас были петельки в кроссовках и шнурки переворачивались это было некомфортно сейчас шнурки плоские стало достаточно удобнее ну шнурок вот такой вот простой ничего в нем такого нет набивки в языке почти практически тоже нет никакой язычок тонкий вот здесь вот спереди почему-то немножко набивки спереди чтобы шнурки вам не давили но говорю опять же я не тянусь больше никакой набивки нет есть внутренний какой-то полу полу сапожок вот в виде вот этого язычка и пятка у нас плотная толстая ну все по канонам сделано все по канону если в ровном вроде даже и и всего как будто бы если что-то не рассказала ты знаешь что я важное не рассказал пожалуйста прошу тебя в комменты пиши вот это мне немножко не нравится не нравится внешне когда я даже затягиваясь вот здесь вот остается вот это вот шо это такое вот что это вот это это плетение вот это она могу показать по сути как будто бы кроссовки высокие но она все вот так вот может как будто бы и низкие вы можете вот так это все убрать вот они у вас уже и низкие а тут просто для шнуровки сверху подтянуть шнуровки но никакой сильной особой фиксации вы здесь не получите не думаете что голеностоп тут максимально до шнуровкой вы это подтягиваете небольшая есть фиксация но не дубовая не так что вы затягивайтесь вот здесь вот было больше как бы она цельная вот так вот такого болтовни вот не было и вот эта вся штука была цельной больше фиксации было в 36 чем получаете вы в тридцать седьмых скажу так мне они очень понравились еще из-за того что я взял размер свой о играть одно удовольствие если что-то пойдет не так не дай бог я конечно же я наверное закреплю и напишу в комментариях что блин братик что-то не то но я вот так скажу кроссовки очень очень качественные качественно сделаны ну на мой взгляд качественно сделано и очень самое главное мне очень комфортно в них играть поиграл я в разных залах 45 тренировок у меня было и все в разных залах все тренировки были в разных залах 36 я брал где-то за 14 тысяч рублей а вот эти центре не сказано или я сказал что мне почтение вышли в ту цену которые и заявляли я купил за 5940 бат в магазине и если вы хорошо конвертируете валюту свою рубли в бады то цена очень прилично это где-то 11 тысяч рублей чуть побольше наверное или что-то около того но это классная цена не 26 на поэтому лишь поэтому и только поэтому я купил их так то бы я продолжал своих 36 играть но понимая что здесь эти кроссовки мне просто не купить за хорошие деньги поэтому было решено их купить ну что друзья вот такие вот 37 джордан и вот такие 36 стоит ли они 185 баксов 37 конечно однозначно стоят 36 очень зашли волейболистом видел на площадке много у кого фиолетово-синяя такая фиолетовая расцветка светлых вот таких мало у кого видел от фиолетовых видел прямо много у кого и на девочках с розовым даже был оттенком 36 на девочках на парнях видел много видел у кого такие 36 джордан и сейчас наверное поменьше у кого будут 37 из-за цены а стоит ли они 185 долларов однозначно да стоят ли они 26 тысяч рублей если у вас есть возможность то можно покупать из 26 но я бы сказал что нет не стоит ищите варианты ищите возможности возможно даже кого-то попросить купи мне пожалуйста если кто-то едет отдыхать попросите его если вы знаете свой размер они очень легкие кстати вес есть же у меня мои весы сейчас мы взвесим камеру я переставлять не буду мне просто лень честно говоря но поверьте мне на слово какой смысл мне врать я покупаю товары за свои деньги и если не ленюсь записываю видос и делюсь с вами 372 грамма сделаем несколько замеров и переставим весы 373 грамма 373 грамма для высоких а этом назовем их высокие кроссовки для высоких кроссовок это очень легкие кроссовки в своем классе что вы сейчас можете купить на рынке анты 7 кейди 7 до неплохие по качеству кроссовки но это уже вес это вес кейди когда-то с пятерки или шестерки все мы раньше очень любили очень хорошо волейболистов расходились анты кейдишки вообще но потом почему-то с пятерки или шестерки они решили сделать их массивными а может из четверки я уже забыл нет у меня тройки и четверки есть тройки аж две пары стали тяжелыми а вот эти до сих пор а джорданы остаются легкими нашли вот эту сетку и да это неплохо материал крепкий главное дышащий а как может не дышать когда твой носок а твои носки реально видно внутри в кроссовке видно твои пальцы видно все так что можно какие-нибудь клевые носочки пододевать я просто белых носках игра в общем то вот есть вопросы может что-то я не дорассказал давай в комментариях дополни исправь меня скажи мне какой я глупый бывает такое ну если я все сказал или возможно с чем-то тебе помог можешь поблагодарить меня и подписаться на канал если ты не подписан это будет как-то меня толкает снимать что-то еще делать какие-нибудь полезные видео я частенько что-то себе покупая но просто иногда ленюсь что-то снимать а так старайся друзья здесь канал про то что я что-то беру для себя я делюсь с вами может тебе это будет полезно а было полезно поддержи подпишись на канал на сегодня все друг мой а или подруга так что как обычно всех обнял поднял всем пока и